Лето клонится к закату. Меньше двух недель осталось до того момента, когда в коридорах школ зазвучат детские голоса и начнется новый учебный год. Как готовится к нему Гомельщина, спросим у нашего гостя. Присоединяйтесь к диалогу. Сергей Иванович Порошин. Начальник управления образования Гомельского обл. исполкома. Родился в 1960 году в городском поселке Костюковка. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1977 году фрезеровщиком на заводе радиотехнологического оснащения в городе Гомеле. Служил в рядах вооруженных сил. В сфере образования работал воспитателем школы-интернатов в Костюковке, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в средней школе номер 8 Гомеля и директором 22-й школы, заведующим отделом образования Советского района Гомеля. В 1996 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района. С 2004 по 2010 год работал на должности заместителя председателя Гомельского городсполкома. В 2010 году возглавил областное управление образования. На вопросы, которые касаются сферы образования Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый вечер. Сергей Иванович, обычный учителя на одном из первых уроков, просит ребят написать сочинение. Как я провел лето? Как вы провели лето? Какие-то интересные идеи за это время у вас появились, которые хотелось бы воплотить в новом учебном году? Все думают о том, что педагог, который входит в лето, он только отдыхает и больше ничем не занимается, в равной степени как и отделы образования спорта и туризма в районах, управления образования. Мы стараемся совместить и отпускной период, и работу, которая очень напряженная в летний оздоровительный период. Ну, то, что касается меня лично, то мне удалось уже за последних несколько лет немножко побывать в отпуске. Вот, я был в Гомеле, никуда не уезжал, поэтому занимался домашними вопросами. Ну, и параллельно, конечно же, интересовался и был на работе для того, чтобы быть в курсе тех событий, которые происходят в возрасте образования по Гомельской области, и разрешать те проблемы, которые возникали непосредственно на местах. Поэтому такое хорошее совмещение, оно приятно и для отдыха, и хорошо для дела. Новые идеи, конечно же, каждый день ты думаешь о том, как и лучше построить работу в отрасли в следующем учебном году, на что необходимо обратить особое внимание. И, вы знаете, я прихожу к выводу о том, что необходимо сегодня делать акцент на тех делах, которые ты задумал ранее. В прошлом году управлением образования был объявлен год информатизации учреждений образования и новых педагогических технологий. Проанализируя эту работу, сделал вывод о том, что необходимо продолжить в этом 15-16 учебном году данное направление, потому что не все мы выполнили, не все задачи, которые ставились перед отраслью, достигли определенной цели. И я думаю, что вот этот творческий процесс, он должен быть продолжен и в следующем учебном году. Это основная деятельность. Много моментов, связанных с занятостью детей, и, конечно же, печальная статистика по совершению правонарушения преступлений несовершеннолетних. Поэтому новая форма работы с несовершеннолетними в этом учебном году должны позволить нам выйти на тот период, чтобы мы получили снижение детской преступности и правонарушения. Это тоже одна из задач учреждений образования, учреждений дошкольного образования и дополнительного образования. Ну и, конечно же, тесное сотрудничество с родителями. Многие идеи, которые были в управлении образования, были резонны в течение летнего здравительного периода, их достаточно большое количество. Поэтому я очень благодарен родителям, которые отозвались на призыв в управлении образования провести, отдать один день своего отпуска своим детям, детям своих одноклассников, провести туристические мероприятия, побывать в исторических местах Комельской области. И это нам удалось. То есть вообще образование – это творческий процесс. И поэтому любая мысль, заслуживающая особого внимания, обсуждается в управлении образованием. Единолично никогда ничего не принимается. Только как региально. Я ожидала более легкого ответа на этот первый вопрос. Такой глубокий анализ прошедшего лета вы сразу и дали. Спасибо большое. У нас есть первый звонок от телезрителя. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я звоню из Комеля. У меня такой вопрос. Нужно ли моему ребенку, он переходит в девятый класс, носить школьную форму? Спасибо. Носить школьную форму? А в деловом стиле, наверное, да? Здесь больше подходит сегодня не определение школьной формы, а деловой стиль одежды. Определяют сегодня родители совместно с педагогами тех учебных заведений, в которых учатся наши дети. И отрадно то, что в Гомельской области, как и в Республике Беларусь, чаще прислушиваются к специалистам, гигиенистам, которые дают рекомендации, какой стиль одежды должен быть, какой материал должен быть у девочек, у мальчиков, какая обувь. И это дает прекрасные результаты именно в состоянии здоровья. Плюс ко всему, это эстетика, красота и умение формировать у детей вкус и культуру. Это немаловажно. С этим невозможно не согласиться. Конечно. Сергей Иванович, а если возникает какая-то конфликтная ситуация, когда, предположим, у классного руководителя есть свое видение, у администрации школы, и стремятся к какому-то единому внешнему виду учеников, по какой-то причине родители, может быть, хотели бы что-то другое предложить? То есть может ли ребенок выглядеть не так, как его одноклассники? Допустимо ли это, на ваш взгляд? Вы знаете, у нас существуют такие коллегиальные органы, это попечительские советы, родительские советы класса, школы, лицей или гимназии, где обсуждается данный вопрос. И у нас есть достаточно много примеров, когда принимается решение о такой форме. Она может быть нарядная, праздничная, она может быть повседневная. И поэтому я думаю, что уместно сегодня говорить и о том, что в школах должен существовать, как не парадоксально, вот этот демократический централизм, где выбирается наиболее оптимальный вариант делового стиля одежды. Ну, конечно, кто-то выглядит очень, так сказать, пестро, ярко. Но, вы знаете, школа не для того дана, чтобы в школе проявлять себя. Это может быть учреждение культуры, это могут быть какие-то массовые мероприятия. Я был в Китае, я увидел учеников, где единая форма во всех школах Китая, спортивная форма и кроссовки. Везде, на всех мероприятиях, в учебном процессе, значит, при проведении уроков физкультуры, у них единая форма. Единственное, что отличается, это цвет. Больше нет никаких позиций. Но, конечно же, у нас нет такого стремления, чтобы деловой стиль одежды был приблизительно, как у Китая. Должна быть красивая, удобная, элегантная одежда для ребенка. Самое главное, чтобы это доставляло удовольствие, эстетически оформленная, красивая одежда приносит положительные результаты, в том числе и в воспитании. Но другой цвет костюма сына нашей телезвенцы может быть? Может быть, а почему нет? Конечно, может быть и другой цвет, но не ярко-красный и не желтый, а какой-то там, допустим, близкий к спокойным тонам, потому что мы должны учитывать и особенности детского организма. Вы понимаете, есть возможности и разные у родителей. Одни родители очень состоятельные и могут одеться, кстати, по цене, вот этот деловой стиль одежды, он отличается в несколько раз. От несколько сот тысяч до 3-4-5 миллионов. Да, я хотел сказать, что сегодня есть возможность и очень дорого одеться, и достаточно дешево, и выглядеть при этом одинаково хорошо. Да, да, да. У нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Мы слушаем вас, вы в эфире. Сорвался у нас, видимо, звоночек. Пожалуйста, попробуйте, наберите нас еще раз. Сергей Иванович, на этой неделе, насколько я знаю, завершается приемка школ. Уже все учреждения образования должны быть готовы к началу учебного года. Были ли какие-то особенности, на что обращали внимание специалисты при проверке учреждения образования? Да, в этом году были такие непредсказуемые особенности в связи с той стихией, которая коснулась и Гомельщины. К сожалению, вот за последний период времени, когда были сильные ураганы, в Добровском районе коснулась такая проблема 11 учреждений образования. Детские, да, школьные учреждения, школы, где были раскрыты кровли. Вот, допустим, в одной из школ раскрыто более 65 квадратных метров кровли. Сегодня там заканчиваются все эти работы. Во время урагана были выбиты стекла, выломаны, значит, двери, рамы поломаны. Более 50 на одной территории только школы, более 50 деревьев были повалены, и нужно все это убрать. Поэтому с честью справились органы местной власти, отдел образования, спорта и туризма Добровского района. И сегодня школы фактически готовы. Но обидно то, что эта школа и учреждения были уже приняты контролирующими органами. А вот прошел ураган, и пришлось начинать все сначала. Да, обидно. Сегодня продолжаются работы по хирической школе Житковичского района. Ураган раскрыл более 300 квадратных метров кровли. Принимаются уже приняты меры для того, чтобы до 1 сентября все это, значит, закрыть. И сегодня проводятся эти все работы. Я думаю, активность будет вот прямо сейчас, потому что мы сделать должны все для того, чтобы все было у нас прекрасно. Паспорта готовности подписываются. К концу недели, я думаю, что практически 100% подписаны будут паспорта готовности. Но если у телезрителей, у родителей возникают вопросы, вот мы пришли, а там стулья стоят, столы на коридорах. Можно ли считать, что эта школа готова? Можно. Потому что сегодня в первую очередь обращается внимание на комфортность и безопасность пребывания детей. У нас очень жесткие требования со стороны МЧС, санитарных служб, энергонадзора. Поэтому там, где стоит подпись этих сотрудников, можно говорить о том, что школы уже приняты. А что касается чуть-чуть, так сказать, привести в соответствие санитарные, там, вымыть классы или же повесить шторы, то это праздничное настроение, как правило, вот сейчас оно заканчивается, и все классы уже фактически готовы. Все готовятся к первому сентября, это большой праздник для нас. Еще поговорим о том, как будет проходить этот большой праздник в Гомельской области. Сергей Иванович, подсказывай мне, что есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, да, да. Ваш вопрос, пожалуйста, задавайте. Добрый день, Сергей Иванович. Вы знаете, у меня вопроса к вам нет. А что есть? Я жительница города Гомеля, и хотела сказать вам просто огромное спасибо. А в вашем лице всем педагогам Гомельской области. Так уж получилось, что я очень много общаюсь с педагогами, и вижу, с какой любовью они всегда готовятся. Каждый класс, каждый коридор, даже столовые. Поэтому, вы знаете, даже те промахи какие-то, где есть, это такие пустяки. Поэтому успешного вам нового учебного года, благодарных родителей и, конечно, талантливых детей. А вам терпения и успехов. Спасибо большое. Очень приятно. Очень приятно слышать такие слова благодарности. И, наверное, это тоже результат нашей совместной работы с родителями. Огромное спасибо вам большое. Согласна. Я думаю, что у всех педагогов, которые сейчас нас смотрят, поднялось настроение, появилось, наверное, какое-то вдохновение перед началом нового учебного года. Ну, а в продолжение нашей темы подготовки учреждения образования к новому учебному году я предлагаю посмотреть сюжет. Внимание на экран. Проблема нехватки мест в детских садах, как, впрочем, и самих детских садов, в некоторых районах далеко не новая. Решать ее пытаются различными способами. Где-то увеличивают количество групп, где-то открывают специальные автобусные маршруты по подвозке детей в учреждения, расположенные за несколько километров. Еще один вариант – реконструкция зданий, где можно разместить детский сад. Именно он сегодня реализуется на улице Книжной в Гомеле. В 70-х годах здесь уже находился типовой детсад. Однако с тех пор многое изменилось, включая санитарные нормы. Заведующая Елена Верещагина ход работ контролирует каждый день. Говорит, что претензий к строителям нет. Работают качественно и быстро. Так что уже скоро сюда приедут 85 детей. Их родители, кстати, ходом строительства также активно интересуются. Кроме того, часто приходят и потенциальные работники нового детского сада. Просматриваются кандидатуры. Подходят также люди, обращаются. И понятно, что штат будет набираться тогда, когда будет сдан объект. Но уже целый кастинг у нас. К новому учебному году активно готовятся и все средние школы области. Учитывая тот факт, что порядок здесь поддерживается постоянно, большинстве учреждений образования в этом году ограничились косметическим ремонтом. И даже при этом на подготовку школ в целом по области затратили более 100 миллиардов рублей. Почти половина из которых – спонсорские средства. Мы каждый год говорим спасибо огромное нашим родителям. Прежде всего, это они – наши спонсоры. Мы активно участвуем в акции «Выпускник школы» в школе. И наши выпускники, которые уже стали руководителями каких-то предприятий, имеют свой бизнес, они активно нам помогают. Также мы в этом году хотим сказать особенное спасибо предприятию «Полесье» в лице ее директора Белыша Евгения Викторовича, который, наверное, ни одну нашу просьбу не оставил без внимания и всегда нам помогает. Они помогают не только финансово, но это и помощь, когда нам нужно. Например, у нас нет специалистов заварить трубу, еще что-то сделать. То есть они активно нам помогают своими рабочими. Были 100 миллионов рублей 21-я школа дополнительно получила из областного бюджета. Недавно местная столовая выиграла областной конкурс на лучшее эстетическое оформление обеденного зала. Выделенное средство как награда, за которую школа приобрела новое технологическое оборудование. Вообще, любая финансовая помощь в этом году особенно актуальна. Необходимо не только подготовить здание непосредственно 21-й школы, но и присоединенной к ней 35-й. Теперь она будет официально называться вторым корпусом. Для области объединения нескольких учреждений образования в своем роде эксперимент в администрации не отрицают. Пока приходится нелегко. Однако положительный результат будет обязательно. Первые вообще дни все легло на плечи заместителя директора по хозяйственной работе. Ему большое спасибо, потому что он у меня человек уже с опытом. И, конечно, он помогает во многом. Также сейчас для нас на плечи заместителя директора по учебной работе ложится эта организация ущебного процесса полностью в двух школах и контроль. Поэтому, естественно, это будет тяжело. И, ну, как любой эксперимент, наверное, это интересно. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Иванович Порошин. И мы принимаем в студию прямого эфира очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. День добрый. Мой вопрос будет касаться на русском языке, преподавании языка и литературы белорусских. Вы знаете, контекст Украины подсказывает, что, наверное, нам надо немножко больше внимания уделить этому вопросу и такому здоровому белорусизации процессу, который хотелось бы пожелать, хотя я сама белорусский язык теперь изучаю уже в 50 свои лет, и вижу, что дети его стесняются, часть, а часть считает, что это лишнее. Но могу вам сказать, что чем старше становишься, тем интереснее становится учить его вспоминать школу. Поэтому такое пожелание. И в связи с этим хочу поздравить, пользуясь случаем, молодую учительницу Стасику Тюркину, нашу поэтку, которая, закончив аспирантуру, пошла работать в 69-й школу. Вот у нее вчера был первый рабочий день. И в ее лице всех молодых педагогов и выпускников этого года. И маленькое пожелание. Сергей Иванович, вот вы упомянули Китай, а вы знаете, мне кажется, что это очень полезный метод использования трикотажа в школьной одежде, потому что он не нуждается в блажке. Это не те костюмы, которые в старые времена, знаете, еще с 30-х годов подтвержденная форма, которые надо в химчистку сдавать, которые надо гладить. Прислушайтесь, может быть, к их опыту, потому что у нас белорусский трикотаж как раз был бы востребован и хлопковый, и шерстяной. Это такая, мне кажется, полезная ноточка для того, чтобы наши формы тоже осовременить. Спасибо вам. Спасибо за звонок. Спасибо большое. Что касается изучения белорусского языка и белорусскоязычного направления деятельности учреждений образования, я должен сказать, что из 545 школ Комельской области, 246 – это белорусскоязычные школы. Интерес к белорусскому языку возрастает. Сегодня белорусский язык, он закуплен как государственный язык, в первую очередь белорусский, русский язык. Поэтому мы создаем условия для того, чтобы изучали ребята белорусский язык, не только углублено в каких-то классах, параллелях, но и открываем специализированные школы по изучению белорусского языка. Например, в городе Гомеле 36-я школа уже который год подряд работает как белорусско-мовная школа. Единственное, немножко огорчает, к сожалению, и есть такие небольшие, правда, обращения, они единичные. Лица, которые приезжают к нам в Республику Беларусь, просят перевести на русский язык. Скажу откровенно, в Управлении образования нет таких намерений о закрытии перевода на русский язык школ. Мы поддерживаем и, наоборот, еще инициируем работу с тем, чтобы популяризировать белорусский язык, открывать классы с углубленным изучением белорусского языка, только пожелания родителей. Мы никого не заставляем. Это добровольный процесс. И на основании написания заявления родителей они вправе выбирать язык обучения в конкретной школе. Поэтому, если сегодня речь идет о каких-то определенных учебных заведениях, можно обратиться к Управлению образования. Мы рассмотрим различные ваши предложения, пожелания. А в целом, должен сказать, что у нас белорусский язык живет, существует и развивается. И в этом есть хорошая перспектива. Что касается школьной формы и материалов, из которых она шьется, кто выдвигает эти требования? Да, школьные формы. Министерство людской промышленности, конечно, разрабатывает модели с учетом, как я уже сказал, требований, санитарных требований по материалу, используемых для школьной формы. И, конечно, вот эти пожелания, они учитываются при комплектовании делового стиля одежды учеников. Ну, я не специалист в этой отрасли, но, должен сказать, я тоже, мне нравится всегда спортивный, значит, вид. И я люблю сам одеваться в спортивную форму. Она очень удобна во всех отношениях. Поэтому право сегодня родителей. Но, поверьте, просто одеться спортивной косем – это одно. А вот чтобы выглядел человек в нем красиво – это совершенно другое. Поэтому лучше прислушиваться к специалистам, которые формируют деловой стиль одежды. Я думаю, что совершенно по-другому ребята себя будут чувствовать, действительно, в каком-то строгом костюме. И если научатся следить за своим внешним видом, его поддерживать, это только им пригодится в будущей жизни. Абсолютно правильно. Это элемент воспитания и формирования личности. Поэтому здесь нужно относиться очень корректно, красиво, хорошо и с умением. Здесь не должно быть резких каких-то переходов. Здесь нужно формировать вот этот вкус, который должен иметь каждый – и родители, и ученик. И это нравилось. И самое главное – удобно. Я вспоминаю свой костюм, который был шестяной. Я ходил в школу. И для меня было как-то не очень удобно. Но, тем не менее, были требования такие. Я одевал и ходил, и все было в порядке. Да, все мы помним, почему мы ходили в школу. Сергей Иванович, у нас есть очередной вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это по поводу благоустройства. В общем, детский садик. Мы оформлялись, и ребенку было еще 4 месяца. В 8-й сад мы так и не попали. Скажите, как нам быть? Да. С работы меня попросили уволиться. Вот. Ну, сидим дома. Значит, проблема, я так понимаю, это город Гомель. Значит, проблема существует сегодня у нас по местам детских и дошкольных учреждениях, там, где строится сегодня активное жилье. Это 104-й микрорайон, это микрорайоны 19-й, 21-й, 17-й. Там, где находится детский сад номер 8, о котором идет речь. Да, к сожалению, всех 100% мы не сможем обеспечить местами в детских и дошкольных учреждениях, вот в этих густонаселенных районах, где отсутствуют детские сады. Тем не менее, городским исполнительным комитетом при поддержке, значит, губернатор нашей области Владимир Андреевич Дворника, который выделяет деньги на реконструкцию вот таких зданий, как детский сад, который будет у нас на книжной 19, ведется работой по разрешению этих вопросов. Поэтому вы должны обратиться по месту жительства в администрацию центрального района или уже в городской исполнительный комитет, в отдел образования, спорта и туризма для получения консультации. Вам предложат разные варианты садов, где есть возможность устройства вашего ребенка. И если вы пожелаете, то, наверное, вы сможете попасть в этот новый детский сад, который откроется после реконструкции на улице Книжной. Если, как вы сказали, после рождения ребенка, через 4 месяца вы стали, так сказать, на учет, как нуждающийся в детском дошкольном учреждении. Спасибо, Сергей Иванович. Мы смотрели сюжет с вами о том, как школы готовятся к новому учебному году, как все ремонтируется, приводится в порядок. При этом педагоги еще стремятся сделать свое учреждение образования непохожим на все остальные. Были такие школы или детские сады, где вы были так приятно удивлены творческим подходом? Вы знаете, каждый педагогический коллектив, каждой школы, без исключения детского дошкольного учреждения, учреждения дополнительного образования, все делает в силу своих и возможностей, и, так сказать, свое видение выделиться среди учебных заведений. Во-первых, это своеобразный конкурс и привлечь родителей и детей в конкретное учебное заведение. Во-вторых, это эстетическое оформление. И, как правило, все это делается руками педагогов, родителей, детей. И это очень важно, потому что тоже одно из направлений воспитательной работы, которое проводится в учреждениях образования. Красота, эстетика – это очень хорошо. И нам очень приятно, когда ставят пример конкретное учебное заведение, что вы отравняетесь в таком-то населенном пункте на учреждения образования, на детский садик, на школу, благоустройство, значит, украшено здание красивое. И это очень приятно. А вы можете назвать вот своих лидеров? Ну, я вам могу сказать вот по последнему, так сказать, событию Добрынь-Ельского района. Детский садик Добрынь-Ельского района, где за две недели педагоги, воспитатели, технические работники из детского садика сделали, так сказать, изюминку, дополнили то, что делали строители при проведении каких-то там работ общестроительных. Или же 16-я школа города Мозыря. Это одна из новых школ. Но там интересный процесс был. Строители строили, делали отделку, а за ними шли сразу педагоги для того, чтобы разрисовывать стены, коридоров, классов, оформление делать и так далее. Поэтому каждый педагогический коллектив стремится выделиться вот в хорошем эстетическом плане. И это очень важно. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему диалогу. 7-10-7-68-45, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и принимаем в нашей студии очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот я с Мозыря. Марина Сергея Ивановича, вот скажите, пожалуйста, слышала по телевидению, что вот в Минске линейки будут проводиться в понедельник, 31 августа. Так а у нас в Мозыре тоже будет 31? Нет. Спасибо. Вы знаете, в этом плане у нас жесткая позиция, она была, остается и, наверное, будет навсегда. 1 сентября – это традиционное начало нового учебного года. 1 сентября – это день знаний, это праздник. И независимо от того, в понедельник это или среда, 1 сентября проводятся линейки в Гомельской области. Поэтому в этом году, 1 сентября, во вторник, прозвенят звонки во всех учреждениях образования Гомельской области, в том числе в городе Мозыре и Мозырском районе. Сергей Иванович, какой теме будет посвящен первый, в первой четверти урок? Ну, первый урок, как я уже сказал, он будет посвящен молодежи. Молодежь – это наше будущее. И в рамках проведения Дня молодежи, конечно же, педагоги поведут разговор о том, какую роль и какая значимость сегодня и задача ставится перед молодежью. Потому что это наше будущее. От того, как они будут учиться, как постигать знания, как будут участвовать активно в научно-техническом развитии нашего общества, зависит будущее. Поэтому будущее за молодежью. Вот такая первая тема нашего урока будет. Интересная тема. Я думаю, что простор для фантазии у педагогов, для их творческой мысли широчайший. А будут ли подарки для первоклассников? Конечно. В этом году традиционно каждый год президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко дарит ребятам книгу «Беларусь моя родима». Это подарок, который лично от президента получает каждый первоклассник. И мне задают вопросы, а можно ли его забирать домой? Конечно, подарки все можно забирать домой, пользоваться и изучать ту книгу, которую получат наши первоклассники 1 сентября в качестве подарка. Спасибо. Для нашей постоянной рубрики «Есть мнение» мы в этот раз выбрали вопрос «Как вы готовитесь к школе?» Давайте посмотрим. Чтобы закупиться к школе, я считаю, что не надо все откладывать на последний момент. Нужно планомерно все в течение двух месяцев все закупать. Я так вот и делаю уже. Потихоньку то тетрадки, то портфель с женой мы так покупали. Детям одежду, ну, дочке, младшей дочке мы покупали так вот одежду. А сама дочка настроена в школу идти? Ну, в принципе, она сейчас в лагере отдыхает. Так что я думаю, что да, ей учиться нравится. Конечно, трудности в обучении, усидчивость необходима ребенку. Но в данный момент лично у моего ребенка этого нет. Поэтому приходится заставлять, перешагивать через себя. К сожалению, многие дети, и мы в том числе, хочут продлить каникулы побольше. Но, тем не менее, стараюсь уже режим немножко изменить перед школой, чтобы все-таки знал какую-то такую ответственность, что надо рано вставать. Уже даже закупились на этих выходных, подготовились к школе. Готовиться к учебному году мы начали еще, когда завершался предыдущий учебный год. Я покупаю в основном все для детей в интернет-магазинах. В одном скидки на карандаши покупаю там, где-то скидки на одежду. Я, естественно, уже заказываю в других магазинах. Но практически все, вот 90, наверное, процентов того, что я подготовила для детей, это все онлайн-покупки в интернет-магазинах. Удобно, быстро, возможно, я бы с большим удовольствием походила по магазинам, посмотрела на витрины и что-то выбрала, приценилась, может быть. Но так как времени у меня практически нет, то для меня это выход. К началу учебного года готов, купил новый школьный костюм, дневники, тетрадки, ну, в плане этого. В школу ходил, помогал летом с друзьями. Если это касается первоклассника, то, конечно, да, нужна консультация с учителем, что необходимо, какие пособия, какие дополнительные материалы. Если же это уже второй, третий и так далее, то никаких трудностей нет. Сейчас в магазине есть все необходимые и тетради, и дневники, то есть везде и повсюду. Что касается вот средних классов, то никакой проблемы нету подготовиться к школе. С бабушкой вот ходили, покупали портфель, там, сумку, тетради, книжки. Все есть или что-то тяжело найти? Нет, ну, покуда все, а еще маленькие, первый класс, нашли все. К сожалению, я сейчас не в курсе, потому что ни у меня, ни у родственников таких детей, школьников нету. Понятия не менее. Подготовиться к школе, собрать ребенка, ну, всегда было непросто, но если родители настроены, спокойны, сосредоточены, заранее обо всем продумают, можно подойти к этой проблеме достаточно разумно и спокойно, я думаю. Подготовиться к новому учебному году несложно, только надо купить тетрадки, ручки, спортивный костюм. Как мы готовимся в школе? Очень интенсивно. Делаем проверку всех тетрадок, все ли мы закупили, готовим форму к школе, уже купили сарафанчик, кофточку купили. Вот такая у нас подготовка к школе. Уроки делают постоянно, чтобы не забыть то, что было в первом классе. Вообще тяжело в какую школу даже отдать. Хочется, чтобы образование хорошее было, чтобы детьми занимались, учили именно начальный первый класс, чтобы подготовка была соответствующая, чтобы детям привить желание учиться, чтобы они понимали, что это нужно им, а не кому-то там не родителям или там хорошие оценки, а вот именно просто сами хотели, чтобы знания были. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о подготовке к новому учебному году и принимаем в нашей студии прямого эфира очередной телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Нет вопроса. Не дождался, к сожалению. Определенные паузы наш телезритель. Наберите нас еще раз. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, тем, кому материально тяжело потянуть подготовку ребенка, особенно если это несколько детей школьного возраста, как будет оказываться помощь? Не только в этом году, но и ранее оказывалась помощь таким детям. У нас фактически определены списки по каждому району детей, нуждающихся такой помощи. Уже объявленной проводится акция «Собери портфель первокласснику», в которой принимают участие и органы исполнительной власти на местах, профсоюзы, общественные организации различные, частные, физические лица. И очень приятно то, что эта акция проходит очень активно, с большим подъемом и желанием, самое главное, людей оказать такую помощь. Я убежден, что она пройдет в этом году так же хорошо, как и в прошлом году. И вот вчера мы слышали обращение президента Александра Егоровича и Лукашенко с тем, чтобы обратили особое внимание на такую категорию. Мы активно, как я уже сказал, работаем в этом направлении, и поэтому те задачи, которые ставит перед нами губернатор нашей области, президент, мы их выполним. И все дети, 100%, которые нуждаются сегодня в такой помощи, они эту помощь получат. Я убежден, что 1 сентября для всех, без исключения детей, это будет настоящий школьный праздник. Спасибо, Сергей Иванович. Есть у нас телефонный звонок на линии. Здравствуйте, пожалуйста. Задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Такой вопрос к вам. Я вот звоню вам с Горьевской области, поселок Чонки, Севрюки, новый район. Тут построили большой район, и как бы школ нету. Есть школа сельская в Чонках, но туда не принимают детей. Детей очень много, много многодетных семей живет. И приходится людям возить в разные концы города детей. Ну, отправляют в город и в школу, и в детский садик. Будет ли решен вопрос по школе в Севрюках? Тут когда-то начинали что-то залаживать, но так все и затихло. К сожалению, не будет в ближайшее время строительства школы, которая когда-то, это очень давно было, значит, планировалось строительство. Не будет в ближайшее время строительства школы. А вот то, что касается Чонковской школы, с 1 сентября в обновленную школу придут более 170 учеников. Мы проводили, я лично проводил родительское собрание в этой же школе. Решения принимали родители, определили приоритеты этой школы. Решения принимали они сами для того, чтобы определить будущее. Сегодня проводятся работы по подготовке школы новой. Там хороший капитальный ремонт. Все виды работ 1 сентября уже будут закончены. Фактически родители придут в такую обновленную школу. И отрадно то, что количество первоклассников там увеличивается. Где-то 38 человек, я вчера там был на этом объекте, значит, 38 человек сегодня желают пойти в школу. А вот что касается ребят, которые проживают в Северюках и дальше, сегодня есть возможность городским транспортом. С 1 августа пустили автобусы по городскому маршруту с оплатой, как в городе Гомеле. Поэтому более 300 человек детей ездят в ближайшие школы советского района, новобелецкого района. Поэтому нужно воспользоваться и таким транспортом, в том числе и личным, для того, чтобы дети могли учиться дальше в тех школах, которые выбрали родители ранее. Поэтому не будет школы строительства в ближайшее время. Сергей Иванович, следующий вопрос прозвучит также от нашего телезрителя. Уже есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Я житель микрорайона 20-го. Рядом 21-й здесь, 21-й А микрорайон. У нас единственная школа 66-я. У меня же свои детки взрослые. Но я вижу, как из города из 17 микрорайона возвращаются со школы дети домой. Вот остановка 34-го и 20-го автобуса называется Чечерская. Есть остановка. Нет пешеходного перехода, ни дорожки, ничего. Прямо за автобусы выходят и дети, и люди, и вот так. Но вот скоро 1 сентября. Дети-то не так внимательные, как взрослые. Хотели, чтобы разделительная полоса и хотя бы дорожка была там. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такой очень важный вопрос, связанный с безопасностью наших детей. Я обязательно переговорю с Гомельским городским исполнительным комитетом, с Петром Лисевичем, для того, чтобы эту проблему решить. И я думаю, что к 1 сентября ваша озабоченность будет снята. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, какие инновации ожидаются в учебном процессе, в этом новом учебном году? Услышали о том, что возрождается профильное обучение. Кто и по какому профилю будет у нас учиться? Революции не будет. Это точно. Реформ никаких не предвидится. Но изменения в учебном процессе, конечно же, будут. В первую очередь, Министерство образования приняло решение об изменении учебных планов и программ для первых, пятых и десятых классов. Поэтому первые, десятые и пятые классы будут учиться уже по новым учебным программам. Это связано с тем, чтобы немножко разгрузить и упростить учебную программу для этих параллелей. Плюс ко всему, с пятого класса вводится новый предмет. Он называется искусство. Это отечественная и зарубежная культура. Вот как родители раньше обращались к нам с просьбой возобновить предмет мировая художественная культура. Это вот фактически этот же предмет, который будет изучаться с пятого класса. Профильное обучение с десятого класса – это возрождение того профиля, который был до 2007 года. Это очень правильно, и мы рады тому, что профильное обучение возвращается. Десятые классы сегодня формируются по принципу не только желания, но и в первую очередь требований. Самое главное – это иметь не ниже шести базов свидетельства о базовом образовании и семь баллов по профильному предмету. Фактически сегодня уже сформированы эти профили. Наиболее популярны – это русский язык, иностранный язык, математика. Поэтому профильность будет иметь в следующем году большое будущее. Сергей Иванович, а что показала вступительная кампания, минувшая? Какие специальности наиболее часто выбирали выпускники? И были ли такие, от которых пришлось отказаться, может быть, средним учебным заведениям? Как правило, мы рассматриваем все специальности, которые относятся к учреждению профессионально-технического образования. Десятками – 10, 12 специальностей, не востребованных в народно-хозяйственном комплексе, мы закрываем. Открываем новые специальности, которые востребованы. Этот процесс продолжается, и здесь можно приводить очень много примеров. Что касается высших учебных заведений, то в большей степени нас интересует педагогический профиль. Сегодня наиболее востребованным по педагогическому профилю являются такие предметы, как иностранный язык, физкультура и русский язык. Вот эти предметы на сегодняшний день наиболее популярны. То, что касается выбора специальностей, то, конечно же, юридические факультеты остаются. Сегодня очень здорово себя показывает институт МЧС, который имеет хорошие конкурсы и среди девочек, и среди мальчиков. Практически по наиболее популярным специальностям всегда есть конкурс. Кстати сказать, что в учреждении профтехобразования есть у нас тоже конкурс, два и более человек на место. Это тоже радует. Хороший конкурс. Ну а какой уровень знаний показали наши выпускники на ЦТ? В этом году область сохранила второе место в Республике Беларусь по результатам централизованного тестирования. Мы удвоили количество стубальников. В прошлом году было 15, в этом году 32 человека, которые получили стубальные сертификаты. И поэтому это подтверждение хорошего качества образования в Гомельской области. Да, там данцы хорошие. Да, мы являемся лидерами по количеству дипломов на республиканских олимпиадах. И в этом году мы сравнялись с такими городами, как Минск, столица нашей республики, и лицеем БГУ по количеству дипломов первой степени. Сергей Иванович, я желаю в этом году в сфере образования Гомельщины, ну как минимум, сохранить такой же уровень, планку ни в коем случае не опускать, стремиться к большему. Что бы Вы хотели пожелать нашим телезрителям перед началом нового учебного года? Ну в первую очередь, как и уже сказали, не опускать эту планку, а это зависит от качества работы педагогов. То, что касается начала учебного года, я хочу поздравить всех тех, кто придет в первый класс. В первую очередь, наших ребят, их родителей, бабушек, дедушек, всех тех, кто принимает самое активное участие в формировании личности наших юных граждан. Хочу пожелать педагогам творчества и новых находов, успеха и удачи. И взаимопонимание родителей и педагогов. Такое содружество всегда приносит хорошие результаты и великолепный процесс образовательный, который есть в учебных заведениях, даст великолепные результаты в будущем. Поэтому успеха, удачи и с наступающим праздником Дням Знаний. Спасибо огромное за сегодняшний диалог, Сергей Иванович. Начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Порошин был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова